В Запорожье популярен очень. В Европе очень популярен. Посмотреть игры во дворце спорта «Юность» приходит много людей, когда это возможно, она забита, люди сидели на ступеньках, в проходах. Я вам скажу одну вещь. Мне бы хотелось, чтобы наша сборная Украины играла на очень высоком уровне, на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, Европы. Это прежде всего сейчас хотелось. Это зависит так же много и от нас. И от детских тренеров. И то же самое зависит и дальше, и дальше, и дальше. Вот это одно желание сейчас. И поверьте мне, только мы начнем там на высоком уровне выступать, играть, и популяризация будет намного больше сразу. Ну, нараза, після недового перерва, и дальше идем на тренирование в связи с коронавирусом. Ось, буквально 10 числа у нас Запорізька дитячая ліга. В общем, работой богато с командой. Так, добрый день, во-первых. Добрый день. Что у нас со здоровьем? Все хорошо. Точно? Да. Если не пришел у нас Степаненко, страдать будете. Не пришел Колесник, команда, играет. Первый день мы играем между собой, 10 числа. Ясно? Хорошо. И по две игры мы играем 11 числа с Логутина и с ДСШ-3. В школу пришел тренер в четвертом классе. Предложил ребятам, которые имеют желание, попробовать. Ну, попробовал, как и остался на всю жизнь четвертого класса. А это где-то 77-й, 8-й год. Ну, я начинал преподавать в Полтавской области, 8 лет отработавши там, в городе Гребенка. Ну, в Запорожье пригласили меня и директор Владимир Иванович Харченко, и ребята, тренера, наши коллеги, говорят, возвращайся домой. Я начинал работать в маленьком городе, где надо постараться удержать настолько маленькое количество детей и научить их, и создать конкуренцию другим, более крупным городам. Ну, в основном я работаю уже в Запорожье очень давно и долго. Тут своя специфика. Выдержать надо. И стараться всегда, ну, как говорил еще Лобановский, говорит, если перестает тренер учиться, то грош цена. Вылыка, диагональ. Плетка, как можно разнообразнее делаем. Плеточка, хорошие показы. И потом любые ваши финты удобные по второй диагонали. Хороший показ, уход. Поехали. Вратарская, да. Нету сложности ни сейчас, ни тогда. Просто надо действительно идти в ногу со временем, с этими потребностями, с этими, с нашими детками, которые идут и так, и со взрослыми ребятами. Сложности нет, есть работа. Как тогда была работа хорошая, тяжелая, так и сейчас. Хочется, чтобы хлопцы сами осознували, что им нужно в этом мире, в этом жизни, потому что мало зауважений работаю. В чем мы отличаемся от других детей, нужно, чтобы они сами работали, а не за них. Батьки, тренера, в школе, вчители. И каждый тренер, я уверен, относился к работе в 20-25 лет уже по-разному, в 30-35-40-45. Если бы мы знали, что делать в 20-25 лет, мы бы были олимпийскими чемпионами. Так же и у детей. Дети сейчас и другие. Я ни в коем разу не хочу сказать, что они плохие или хорошие. Они другие абсолютно. До них тоже надо пристосовываться, потому что дети 20 лет назад, 10 лет, и сейчас совершенно разные. В каждом веке разные подходы. Молодших влюбить в это спорт, потом вдержать, потом привчити до порядка. С старшими по дисциплине трошки легче, но у них уже другие возможности. Нас завжди сравнивают с европейцами. Они так же тренируются, наши дети ничем не отличаются от Европы, Англии, Америки. Только соревновательным моментом. Можливости в Запорожье намного краще, чем по всей Украине. Ни в коем разу я не хочу обидеть. Ну, в Запорожье есть меккана, как говорится, гамбола Украины. А от старших команд до дитячих. Скажу одно. Прежде всего, надо любить детей. Это раз. И постараться внести в них то, что ты от них требуешь. Свои требования. Вот, конечно, нужен просто так заниматься. Есть разные вещи. Есть для здоровья, есть для результата. И надо стремиться, чтобы... Прежде всего, чтобы он хорошим, развитым ребенком был. Я на первое место ставлю, конечно, умственные способности ребенка. У нас габаритный, как говорится, вид спорта. То есть дети должны быть большие. А совместить ум в два метра, допустим, левая рука на сцене целевшие тоже. Подвижность и все остальное в одном человеке это очень-очень сложно. Приятно тренеру, когда у ребенка есть результат. Когда он вырос до профессионального спортсмена, когда у него все хорошо. Это самая продуктивная работа, как называется. Ну, а с другой стороны, когда дети поздравят с Новым годом, с Днем рождения, это на словах даже, вот, это уже хорошо, очень хорошо. Ну, на Украине это было создано, я так думаю, да, уверен в этом. Это впервые такая подготовка гонболистов. То есть у нас было от спортивной детской школы, от маленьких деток до старшеклассников. Потом они переходили во вторую команду, это академия гонбола была. Плюс, после второй команды, профессиональный клуб ЗТР. Давай посмотрим, а ну, расскажи мне. Несметник, да? Да. А смотри, вот смотри, он, скло, тысяча рокев раскладается, да? Пакеты, сто роков, батарейки, двести роков. А прикинь, памперсы, пятьсот роков. Пятьсот роков, а они ж химичные. А вот это пятьдесят роков. А это железо. Что, не можно сметтям кидать, да? Вот это курение бывает пятьдесят роков. Да, да, да. Твою любимую. Побачил, что не можно делать? Да, тебя можно. Внук у меня. Это самый любимый человек. Семья, это, конечно, хочется, чтобы было на первом месте, но они понимают, что не всегда это получается. Это хороший тыл, все нормально. Один брак у меня, двое деток, внук. В этом плане все хорошо. Сейчас идем на наше с внуком место. Да? Тарзанка есть наша? Я не оторвал? Да. Ну, хорошо. Ну, сейчас она к тебе придет. Давай. Не холодно тебе? А, вот эти. Стой. Ну, давай, покатайся, а потом перекусишь. Собака пришла. Ну, все. С внуком, в принципе, с пеленок. Как ты сейчас видишь, что-то разговариваешь. Часто он у нас остается. Часто мы пытаемся разговаривать на эту тему, на спортивную. Но там большие сложности сейчас у деток. Во-первых, уже силовым методом никаким не заставишь. Надо его как-то заинтересовать. Мы брали его и на Лигу чемпионов, и в юность. Ну, они в таком возрасте, им это еще очень-очень далеко. Ну, по крайней мере, какое-то плавание, какие-то пробежки, какие-то занятия мы потихоньку делаем. Ну, он, конечно, уже знает многие виды спорта. Вот, хочет всем заниматься. Ну, попробуем гонбол. Получится, я буду только рад. Потому что тоже выхода у него в любом виде спорта он будет, дай бог. Ну, я постараюсь, чтобы он был гонболем. Ну, как говорится, прирост душой и телом к этому виду спорта, к этой работе. Там вызов один, чтобы ребенок полюбил гонбол, постарался стать профессионалом. Я вам скажу, даже если ребенок, который не пошел в высокий спорт, поздоровался с тобой, или пришел в гости, спросил, как дела, это тренеру тоже точно так же приятно, как и он выступает на высоком уровне. Субтитры создавал DimaTorzok